Союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности, а также авиабомб. Об этом сообщил президент Франции. Он напомнил, что ранее для поддержки страны было создано 8 коалиций. Также Манюэль Макрон рассказал, что НАТО рассматривает возможность отправки войск для помощи Украине, но пока консенсуса по этому поводу нет. Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Многие люди, которые сегодня говорят «никогда-никогда», два года назад также говорили «никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего действия». Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на 6-12 месяцев. Но теперь понимаем, все возможно, если это полезно для достижения нашей цели. НАТО поддержит Молдову, если Россия попытается аннексировать Приднестровье. Об этом заявил заместитель Генсека Альянса Мирча Джоанне в интервью румынскому телеканалу ПРО-ТВ. По его словам, НАТО знает, как реагировать и будет реагировать на любые попытки Москвы нарушить территориальную целостность Молдовы. Если Россия решит аннексировать Приднестровье, НАТО осудит подобные действия и продолжит поддерживать Республику Молдова. Мы никогда не признаем ни референдумов в Осетии, Абхазии и в частности в Приднестровье, которые были организованы и проведены ранее. Они абсолютно недействительны с международной точки зрения. И также мы не признаем никаких попыток аннексии территорий, как это было в случае с Украиной. Продолжение следует...